В прямом эфире к нам присоединяется Акеджан Кажигельдин, экс-премьер-министр Республики Казахстан, тот человек, о котором мы сейчас говорили, с Аркадием Дубновым, в прямом эфире, господин Кажигельдин. Я приветствую вас, слышите ли вы, в студию Дождя. Здравствуйте, Тихон, я вас слышу. Я благодарю вас за то, что вы так быстро нашли возможность присоединиться к нам в прямом эфире. Как бы вы, сперва общий вопрос, как бы вы оценили происходящее на вашей родине сегодня и в последние дни? Ну, я бы оценил это следующим образом. Народ проснулся от спячки, и, как ожидаемо, все началось на западе Казахстана. Это самый активный наш район, регион нашей страны, и который, на удивление, казалось бы, многим наблюдателям не должны были бы вообще протестовать. Это нефтяной энергетический регион. Но, тем не менее, уровень бедности там настолько ощутимый, что люди просто устали. Плюс ко всему, было очень тяжелое, жаркое, засушливое лето. Люди лишились практически скота. Это подсобное хозяйство казахов, чем бы они ни занимались. А нефтяная отрасль в Западном Казахстане, их больше 120 лет. Это еще в прошлом столетии. Позапрошлом столетии, в конце 90-х, 1890-х годов, там на Эмби начала работать компания Shell. И все еще добывают нефть. Поэтому я понимаю гнев народа, и реакция власти, она вообще поразительна. Их просит всех успокоиться, не слушать дистрибтивные элементы. На самом деле, это простой народ. Они устали ожидать от местной и центральной власти хоть чего-либо, и вышли на площади. Мы сейчас разговаривали с Аркадем Дудновым, который обратил внимание на несколько опасных элементов, происходящих в Казахстане событиях. Во-первых, он говорил о том, что протесты в разных частях Казахстана, они между собой никак не связаны, они не склеены. Что это разные абсолютно люди. И потому, помимо прочего, это рождает риск жесткой реакции со стороны властей. Потому что, может быть, это я уже додумываю. Одних купить, других избить, третьих расстрелять, как это было больше 10 лет назад в жена Азине. Как вам кажется, насколько действительно эта ситуация, вот в этом смысле, она такая зыбкая? В принципе, это довольно часто так бывало. И практически на западе Казахстана протестные явления, связанные с забастовками, происходят ежегодно. Всем хорошо известен последний факт летом прошлого года, когда силой заставили покинуть страну зарубежных рабочих, которые не давали работать местным. Причем я абсолютно на стороне своих соотечественников. Потому что иностранных рабочих привезли из Индии, арабских стран, которые вообще не были никогда замечены в искусстве добывать какую-либо нефть или какие-либо вот такие углеводородные сырье. Я был абсолютно на стороне своих соотечественников. Но нынешнее выступление, оно абсолютно консолидированное. И та картинка, которую вы только что показали в Алмате, она весьма показательна. Город, где любые протесты задавливались с помощью огромной силы. Вы видите, там тысячи людей идут к площади. Это происходит при том, что глушат абсолютно все общественные сети, глушат через провайдеров абсолютно все возможности. Но это большой показатель. Я думаю, страна беременна реформами. Такаев никак не может решиться на них. Уже третий год обещает, никак не может. Ну, понятно, у нас ситуация такая, что за его спиной у нас стоит бывший президент, ныне председатель Совета национальной безопасности. И он, по большому счету, не дает ему даже вздохнуть, не то чтобы там пошевелиться. Я думаю, что народ заставит все-таки менять ситуацию. Отсутствие политического лидера на территории страны, который мог бы склеить эти разные группы населений, те, кто протестуют на Западе, те, кто протестуют в столицах и в других городах и селах. Насколько отсутствие политического лидера сейчас может быть серьезной проблемой для этого протеста и может быть на руку действующей власти? Ну, власть сделала все в последние 25 лет, чтобы лидеров у движения потом рода не было. В этом плане российская власть только учится у нашего великого Назарбаева. То, что делали казаки 25 лет назад в России могло только присниться в страшном сне, но, тем не менее, там тоже это происходит. Но, на самом деле, нынешние технологии позволяют нам в режиме актуальном находиться на связи с теми, кто сейчас возглавляет протестные движения. И мы им рекомендуем платформу переговорную для того, чтобы напрямую вступить в переговоры с нынешним руководством политическим. Правительство никакую роль сейчас не играет. Оно должно просто уйти в отставку. Говорить имеет смысл только с Такаевым, потому что у него есть историческая возможность и у него есть необходимость и ответственность о своем политическом реноме, что он оставит после себя. И говорить следует только с ним. И говорить должны люди именно от площади. Там не должно быть больше никаких известных поэтов, музыкантов, композиторов, которые очень часто власть используют для начала переговоров, а потом быстренько их переводят на свою сторону. Я думаю, что нынче народ может быть уже не обманут. Потому что именно на Западе было начато движение, люди стали бороться за то, чтобы казахская земля не продавалась иностранным компаниям и физическим лицам, в том числе Китаю. И они добились своевременно, что сначала был объявлен мораторий, а потом был принят закон, запрещающий продажу. Я думаю, что этот раз народ не даст себя обмануть. Посмотрите на людей, это молодежь, это новое поколение. Я думаю, это наши будущие лидеры. Скажите, а почему вы, кстати, говорите, что разговаривать нужно с Такаевым? Почему не с Назарбаевым? Ну, формально Такаев президент, его избрали. Такаев имеет право, в соответствии со своими полномочиями, отправить его сегодня ночью в отставку, отправить его на пенсию и сказать спасибо большое, больше не надо, мы вот дали вам гарантию безопасности, обещали не тронуть и не тронем, но дайте нам, пожалуйста, заняться нашей страной, нам самим. Вы поработали 30 лет, спасибо большое. Ну, я так говорю мягко. По большому счету, у него достаточно полномочий отправить Назарбаева на отдых и выйти на диалог со своей нацией. В конце концов, люди, которые там вставят, это его избиратели, хотя на Западе он проиграл выборы, но тем не менее значительная часть за него голосовала, это его аналогопотечники, это те, кто будет защищать страну, если вдруг понадобится, это те, кто сегодня трудит и создает валовый продукт, это те, кто просто устали от этой безнадеги. Я вот сейчас слушал казаха, молодого человека на площади Ватрау, который сказал, мне 30 лет, я не вижу ничего светлого, когда же это кончится, когда же мы все это остановим. Единственное, по нашему закону, вообще национальному, который просто его взяли и положили в сундук, граждане, работающие на нефтяных предприятиях, должны получать ежегодно, кроме заработной платы, 10% прибыли. Но на сегодняшний день прибыль, если кто-то и получает из казахов, то это семья Назарбаева, больше никто. Остальные вот работают на заработную плату. Вы допускаете, что господин Такаев может сообщить господину Назарбаеву, что его дни сочистены? Потому что отсюда, мне, например, как человеку, недостаточно глубоко погруженному в события и расстановку сил в Казахстане, представляется, что Такаев все-таки некая номинальная фигура, а главным, значит, кукловодом по-прежнему остается господин Назарбаев. Или же это не так? Нет, конечно же, он все еще буквально до Нового года оставался большим кукловодом, может быть, не совсем главным, но тем не менее. Именно поэтому он вместе с Такаевым оказался приглашен на неформальный саммит стран СНГ. Это вообще нонсенс, как мы все с вами понимаем. В стране может быть только один президент, и только один президент может представлять страну на такого рода совещаниях. В связи с этим я бы просто хотел очень сильно пользоваться случаем обратиться к своим знакомым людям из политического класса в Москве и сказать, речь сейчас идет о наших международных отношениях, речь сейчас идет об отношении россиян и казахстанцев. Не надо защищать уходящий режим, это не продуктивно. Думайте о будущем, думайте о том, будет ли эта страна, этот народ по-прежнему дружелюбен, будет ли этот народ и эта нация вашими партнерами и союзниками, или же вы их обидите, так же, как обидели других. Не переведи бог, думайте об этом. Назарбаев уходящая фигура. Он сам это понимает. Не надо Такаеву сейчас тратить время, ему это объяснять. Он это понимает. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но Дождь это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости, рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь. tvrain.ru слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире. Спасибо.